В далёком будущем нет телевизоров, смартфонов, социальных сетей. Только прекрасная и совершенно нескучная природа. Ещё огромные рободинозавры. Никто не знает, откуда. И что стало с древним миром автомобилей, небоскрёбов и смешных роликов с котиками. Это то, что мы, не живущие люди, зовут загадкой. Есть и другая загадка. Давным-давно Тирса, предводительница племени, нашла в горах новорожденную девочку. Откуда та взялась, тоже никто не знает. И поскольку в сказках сироты приносят проблемы, жители деревни занервничали. Поэтому таинственное дитя растил за пределами деревни охотник Раст, назвав её Элой. В такой ротик, вскоре он понял, что она от природы очень уж меткая. И наблюдая, как Элой взрослеет и набирается мастерства, он испытывал неподдельную радость. Между тем, Элой каждый день мучили вопросы, откуда она взялась, кто её мать и почему её бросили в горах. Ответить на них могла лишь Тирса, которая её нашла. Но вы здесь не за тем, чтобы слушать мою болтовню. Это ж игра, а не аудиокнига. Так давайте же взглянем на Элой в тот день, когда она встала на путь приключений и впервые отправилась в сердце матери. Наконец-то настал мой день. Да, вот он. Ведь это сегодня! Ну, а если долго ждать, так наступит чей угодно день. Какое оно сердце матери? Да, и какая Тирса? Как думаешь, что она скажет? Она должна что-то знать. Она меня нашла, так что если кто и знает... О, не торопись. Сперва бы ещё добраться. Раз в тебе энергия бьёт через край, по пути можно провести тренировку. Что скажешь? Я скажу, берегись тренировкой, Элой тебя устраивает! Постреляем для разминки. Ты ведь помнишь, как это делается? Кладёшь стрелу, потом натягиваешь тетиву. Ха-ха-ха, смешно. И с каждым повтором всё смешнее. Ха-ха-ха, это уж точно. Ха-ха-ха. Я хочу тебе кое-что вручить. Необычное устройство, которое Тирса нашла рядом с тобой. Оно называется... Визор? Я так рада, что даже не стану спрашивать, зачем ты его от меня прятал. Дай сюда! Как мне, может, надо... Вроде бы он крепится... Сюда! Не молчи. Я так давно хотел узнать, для чего он. Ух ты. На этих мишенях что-то мерцает. Он будто подсказывает мне, куда стрелять. Наверное, это редкая вещь. Уникальная. Вообще-то, Тирса нашла их целый мешок. Хорошо, когда есть запаска, правда же? Для друзей и... Ха-ха-ха, ты лупцуешь этого болванчика с пяти лет. Но до сих пор приятно смотреть. Раз вообще-то, у болванчика есть имя. Его зовут Фред. Э, извини, Фред. Он тебя прощает. Ох, и разозлился этот дуголоб. Не давай ему ринуться на тебя. Попробуй застать его врасплох. Пока ты сидишь в высокой траве, он тебя не видит. Да, но она щекочет. Видал, как я умею? Я в своем деле мастер. Теперь надо только поговорить с Тирсой, выяснить, кто моя мать, и все в жизни станет идеально. Не праздную раньше времени. Плохая примета. Ну-ну, примета. Тем более, тебе вначале предстоит еще одно важное дело. Да? Обед. Я подумал, вдруг ты захочешь есть. Встал пораньше и приготовил твой любимый сэндвич. С огурчиками? Класс! Чего мы ждем? Я умираю с голоду! Постой. Ты слышишь? В сердце матери что-то случилось. На деревню напали. Они уводят людей в плен. Надо что-то делать. До них слишком далеко, Элой. Стоило праздновать раньше времени. А я говорил. Надо ей помочь. Вперед. Выясним, что случилось. Ну, нет, 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 нет. Да. Ха-ха. В сердце матери было совсем не так людно, как Элой себя представляла. С другой стороны, какие-то сектанты только что похитили кучу народу. Так чему тут удивляться? Но пусть об этом вам расскажет Сона, храбрая защитница деревни. Слово тебе, Сона. Поверить не могу, что я их проморгала. Сектанты прямо в сердце матери. Что случилось? Я пошла разбираться с машинами, рыскавшими у наших ворот. Но сектанты только того и ждали. Я отвешивала пенделей одному злобному дуголобу. Как вдруг почуяла, что-то не так. Но когда я вернулась, Тирса и все остальные пропали. Сколько людей они похитили? Трудно считать, когда у тебя нет пальцев. Я знаю одно, мы должны их спасти. Но я свой пост больше не покину. Не волнуйтесь, мы видели, куда они пошли. Мы вызволим Тирсу и остальных. И еще кое-что. Мой сын, Варл, он отправился им на выручку, не спросив меня. У парня доброе сердце, но он не готов к таким испытаниям.